Мы тоже на Ладогу. Ну вот так, пару видов красивых здесь всего. Так, все равно и долго не надо скипать. А вы откуда, ребят? Испите. А у нас будет регата, только такая сомнительная, до Воламы и обратно. О, с чего же сомнительная? Сомнительная? Ну, страшновато, знаете. Возьмите нас, не попадете. Вот здесь вот, так что можно красиво. Стартуем с береговой линии. Нет, там будет линия 40-х. Я смотрю, там женщины, что ли, за рулем? Женский экипаж. Это два в трех или два, как ты говоришь? Три в одном. Три в одном. Ой, красотки. Это судно сопровождения и организаторов. Старт открыт. Дальше. Финиш. Остров Пюнсари. Это на подходе. Контрольный пункт, который надо пройти. Это пролив. Между Кургисарией и Кенесеем. В случае отсутствия ветра полного. Финиш. Контрольный пункт. Старт от этой большой яхты до нашей яхты. Уху. Вот он, красавчик. Ага. Вот они очень беспокоят за своего ребенка. Старт. Итак, бешеная гонка началась. Томка за рулем. Я видео снимаю. Да, девчонки нас нагнали. Собираются обгонять. Хорошо. Три в одном. Вон там сидят. Улыбаются. Обогнали Мазая. Мы еще и мешаем. Ну вот ведь какие, а. Саратовские девушки на Тримаране впереди. Юлиговские впереди. И даже М710 тоже впереди. И, как видите, полная, полная стиль. Вот. Паруса отражаются в воде. Судно называется Европа. Йопка. И куда дальше нас поведут наши организаторы? Непонятно. Можно таким образом выиграться сегодня. Не знаю, даже до чемодана не доехать. Казата. 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 В связи с глубоким стилем у моей Томочки созрела мысль свалить с этих соревнований. Да. Ну что это такое? Это теряние времени не мать их даром. Грибы пылает, грибы пособирает. То все будут сидеть голодные целый день на Томаране в этот штиль. Да. До оборонных нам в такой ветер не добраться ни за что. Из лама в такой ветер не выбраться ни за какие деньги. Ну что, товарищи зрители, вы нас понимаете? Солоди. Солоди. Ну и мне пришлось, как бы, ну что я буду? Действительно штиль, действительно до обороны далеко. Вот. А ребята, наверное, пошли туда. Мой опыт даже, невзирая на ночь и невзирая на сон. Конечно, те, кто туда пошел, мое уважение, моя зависть, я бы пошел. Очень бы хотелось, чтобы не мы были причиной его возвращения. Но все равно ему спасибо. Кто-то вернулся. Надо было ехать до конца уж. Веговский за тобой пошел. Я вообще вам сказал всем... Я оторвался. Там меня час, наверное, можно было бы ждать всех. И реально заштилило. Висят два массива. С одной и с другой стороны. Со стороны, даже дальше, наверное, со стороны Валаама. Вот. И между ними кто куда чего переборет, неизвестно. Заштилило напрочь зеркало. Вот. Ну, к тому времени я укатил. Ну, как бы, дальше что-то ловить на оборонных островах. Вернее, просто оставаться там ночевать. Причем одному, да? Остальные явно не дойдут. Еще и одному. Вот. А уж тем более до Кухки. Ну, в общем, не то, что дело не дошло бы. А однозначно нет. На оборонных, в общем, наверное, делать нечего. А главное висеть в штиль еще там до поздного вечера. И ждать, когда подует. Ну, в общем. Зачем зря день терять, висеть на воде лежа и голодными. Если можно балдеть на Кирполе, ловить рыбу, искать грибы. Все два дня, которые мы были на Кирполе, я вспоминал про наших ребят. Как они там ночуют, чем живут, как далеко ушли. Завидовала им. Моя душа была с ними. И сколько там всего? Килограмм пять. Килограмм пять рыбы. Ну-ка, вот перед камерой перед собой. Покажи. На руку возьми. Ну и так рукой. О! Килограмм пять рыбы наловили. Вся плотва. Крупная, жирная. Да, скажи, как у нее в щеках там. Жирная. Она так крючок в рот всаживается, ее потом не вытарит. Потому что там мясо много варит. Не то, что у Ка в голову. Замоченный. Прозраченный. Андрей в каталонах. Есть. Вот здесь. И�на такая вот интересная растительность. Сейчас я впервые вижу такой вот вода прозрачная. И там вот такая вот, столбики такие. Правда, интересно? Другой мир, совершенно другой мир. Вот, ты это когда ты перед экраном. Вот так. Так и закончилось. Вкусная рыбка, да? Вот будет шоколад. Вот молоко с булочкой. Совмещаем молоко с черным шоколадом, получается молочный шоколад. А с булочкой получается печенье с молочным шоколадом. Пирожное. Вот так. Вот как ржавчина камень разъела. Колоссально. Вот такой крест на мысу острова Кирипала. Прежде чем поймать рыбу, нужно наловить для нее корм. Шитиков, например. А может он себе на завтрашках что-то собирает. Собираю жратву на обед. Супчик, вообще что надо. Получается. Наваристый. Очень. И наконец, получив смс-ку, что они сегодня будут на Кринсаре, мы тронулись в путь. Навстречу нашим спортсменам. На Кринсаре мы залезли на гору. И застали самый финиш наших, как их назвать, спортсмены-ехтсмены. В надувных судах. Сейчас попробуем определить, кто из них первый. Ну, скорее всего, Виговский. Парус такой самый большой. А у него самый большой. Да, вот, наверное, серые баллоны. Может быть, это Виговский. Ну, а кто еще там? Потом там такие красные баллоны. Тоже неизвестно кто. Дальше. Там еще кто-то лавирует. С красной полосой наверху. Вот. С красной полосой наверху и синий на стакселе. Это и этот. Яна должна быть. И ожидает их уже катамаран вот этот вот. Они посередине пристегнулись. Вышли на борт. В креслах, шрезлонгах посидели, чайку попили. Представляешь? У Степанова там штилевать. Я говорю, так штилевать можно. Слушай, она стоит вот эта фигня. Мы до нее так медленно-медленно дошли. Вылезли в креслах, посидели, чайку попили. А Янка, короче, вылезла на Харлотто. Вот эта скала. Она помылась там шампунем. Смачалка все нормально. То есть там народ вообще любит. Гонка. Гонки главное. Ну так вы до куда дошли-то и вернулись-то? В Сингеме. Что ты все ругаешься? Безбашенный нерпы пляж. Какой башни нерпы? Безбашенный нерпы. Пляж безбашенный нерпы? А она лежит там и всех ругает. На месте придумал. Ну это оборонная. Кухка. Пуцари. Пуцари. Там пляж такой песчаный. На материке. В районе Пуцари пляж. Понятно. И мы за него, короче. Там еще как проличь проходишь. Там тоже пляж. Ты думала, мы не дошли. Ну слава тебе господи. Ну давайте, рассказывайте. Как вам там досталось? Хорошо досталось. И штилей нам хватило. И штормов. А штормов не было? Не было. Нет, был. Вчера был, когда мы приплыли. А, то есть он вас не коснулся? Ну, мы так в палатке посидели, высовывая нос иногда наружу. Только финишировали, так раздувают. Я думаю, сегодня 24 со скоростью прокатились разочек. Такие тучи. Вокруг туман. Ничего не видно. И мы несемся. Даже весело. Ну и как вам вообще нравилось телевать? Как вы вообще на это решились? Чтобы не пошли нафиг на острова отдыхать-то? Не знаю. Молодцы. Приглись в гонку, как не пошли. Да, может как-то решили. Вы бы впереди были, всех бы порвали. Не знаю, чего вы это решили. Мы уже несколько раз думали, что да ну его нафиг это все дело. Мы позвонили Степанову. Степанов сказал, через час включат бриз. Мы подождали еще два с половиной часа и его действительно включили ненадолго. Ненадолго. Мы доползли уже к часу ночи. Это первый день к часу ночи доползли? Да, к часу ночи до Хеннису меня только доехали. Ну это вот оборонные, да? Ну как, я даже не знаю, значит оборонные какие-то. Да, точно. Взяла. Мы там еще вторые. Потому что мы последние же вылубились из Шхеры, когда приехали мы вторые. Вторые? Молодцы. Потому что там где-то включили попутно. Точнее не попутно, а вот это вот шевеление паруса было какое-то попутное. Ну доехали. Потому что я в шоу смотрю. Ну вы в итоге вторые, да? Нет, нет. Там же гоночными балами считают все это дело. А у нас гоночные балы все равно проходят. Это же Геннакер и 13 метров как будто. Это там они как-то обещали. Ну он сказал, что может вы третье там и заняли. Вообще-то я вообще с Тверковским поговорил. Потому что я не понял. Финиш обставлен совершенно нетривиальный. Да, даже не попрощаться надо. С людьми. То есть мы все хорошо с людьми общались. Катались. Вот стартовали, тут летели. Там вообще вообще непонятно кто как там. Потому что мы там когда... Налетела вот эта бяка совершенно... Никого же не видела. Туман кругом вот. Сверху солнце, туман. И мы 20... Может вот сидеть с Геннакером. Вот так вот через нос там... Рыли. В итоге сбросили Геннакер. То есть не убрали по-человечески, а фал бросили. Потому что уже какой-то момент показалось, наверное, Хватит уже испытывать судьбу. Сбросили. Ну это из-под тучи, да? Да. Причем туча такая серьезная. Это как-то очень придаёт. Мы никого вокруг вообще не видели. Только что в Веговске был. И тут, там. Все кто-то были. Все никого не видно. Когда сошло, то есть Веговского мы увидели. А вот сзади вообще тишина. Через некоторое время начали проявляться люди. Это вы отпусали, говорите, да? Да, мы отпусали сегодня. То есть сегодня вот, да? Да. После тяжелого похода. Уставшие, но не побежденные. Проголодавшие. Проголодавшиеся. На берегу, наверное, вообще ничего не ели. На катамаране не ели. Яблоки были. Яблоки у них были, говорят. Да. И, смотрите, даже палатку не споставили. Видите? Палатка только стоит и сохнет. Так. На берегу кто петь умеет? Поздняк метаться. Все умеют. Снова кто знает. Как будут? Быстрее поставить. Ой, пропадет он, говорите. А, давай пить. Да, бой на головах, Врет. О,й пропадет он, говорите. Вот, надо учить слова! Бой! За знамую! На берегу высого! Короче, там развязался нас сверху, и он рухнул. А я думал, рыбу все-таки варили. А мы посередине лабишься в озеро. Вот как думаете, как вы его туда запихнули назад, этот пост? Ну, а то, что он был пустом, наверное. Готов. Что, я самоубийца? Я, по-моему, самоубийца. Завали мать? Не, я же не знаю. А, по спиннингам. У меня были удочки. Класс. И я долго попадала в это кольцо. И когда я туда попала, мы поняли, что, собственно говоря, туда-то оно вошло. А как его перекинуть вниз? Но при этом у меня был спиннинг. А, то есть там была блесная. В ремкомплекте. В общем, мы его долго там ловили. Еще у нас... Мы налетели на камни. У нас... Так не кидается. Нельзя было. После ладовской регаты из восьми участников на Беттер пришли только три лодки. А там menos бежали из Петермал. У нас... 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 У нас...